Всем привет! Я рада приветствовать вас в первом выпуске серии Ваши лица. Мне безумно приятно, что вы мне доверяете, присылаете свои фотографии. Заявок уже очень много, но тем не менее, если вы хотите поучаствовать, то присылайте, потому что я хотела бы и дальше, и дальше продолжать эту рубрику. И я надеюсь, что она приживется, что вам тоже будет интересно это смотреть. И не только смотреть свою фотографию, а и чужие тоже фотографии, на них учиться. Потому что самая главная задача вообще этой рубрики в том, чтобы вы научились читать лица, чтобы вы научились видеть определенные черты лица и понимали, как с ними работать. Потому что на самом деле это самое главное, когда вы делаете макияж, понимать, почему вы наносите тот или иной косметический продукт именно в то или иное место. Сегодня я выбрала очень молодую такую девушку. Она, к сожалению, не представилась. Письмо пришло от Софии, поэтому я предполагаю, что девушку зовут София. Очень молоденькая, красивая девочка. И сегодня мне хотелось бы именно с нее начать эту рубрику. Ну и давайте приступать. Начну я, наверное, с общих комментариев. Давайте рассмотрим овал лица в целом, какие-то определенные черты лица. Что касается овала лица, то я бы сказала, что здесь практически все идеально. То есть это овальное лицо, оно немножко приближено к круглому лицу, но в то же время идеальных овалов практически не существует. Поэтому, что касается контурирования, то я бы здесь вообще не заморачивалась. Просто немножко бы бронзером прошлась бы по периметру лица, чтобы немножко его освежить. А именно в плане контурирования тут делать, в принципе, вообще нечего. Теперь рассмотрим отдельные черты лица. Первое, брови. С бровями тут немножко, конечно, проблемы. В первую очередь видно, что есть асимметрия. То есть с этой стороны бровь растет ближе к носовой перегородке. Здесь она намного дальше. Если вообще рассматривать по классике, то бровь должна начинаться от конца спинки носа. То есть если вот поднять параллельную линию, вот здесь начинается должна ее бровь с этой стороны и с этой стороны вот здесь. И как видите, очень много места здесь еще до того, что должно быть по классике. Но, естественно, я здесь не буду рисовать бровь, начиная отсюда, потому что то, что я сделаю даже на фотографии, вживую это будет выглядеть просто ужасно. Потому что реально здесь вот если сантиметр надо дорисовать, вживую это будет выглядеть просто отвратительно. Поэтому то, что я советую здесь делать, это изначально вот эту бровь немножко подзаполнить, сделать ее более правильной формы. И, кстати, что касается формы, то форма брови отличная. Ничего здесь менять не нужно, дорисовывать. Просто карандашом вот так вот заполнить. И что касается конкретно косметики, то я бы вот это делала карандашом, потому что его можно хорошо растушевать. Это будет выглядеть, наверное, наиболее натурально. Если здесь проходиться чем-то более серьезным, там, я не знаю, например, помадкой для брови, это будет слишком жестко. И девушка очень молодая, ей это, по сути, как бы, я думаю, не нужно. И с этой стороны нужно немножко все-таки дорисовать. И вот эту вот часть очень сильно надо растушевать, хорошенько так растушевать, для того, чтобы это не выглядело слишком жестко. И вот смотрите, я буквально чуть-чуть дорисовала, и уже симметрия у нее на лице лучше проявилась. И мне кажется, что таким образом уже сразу лицо выглядит намного лучше. Прошу, не обращайте внимания, если там оттенки не совсем совпадают. Это все-таки программа, это же не какая-то волшебная палочка. Я все буду показывать сугубо схематически. Если где-то там кривая стрелка или что-то типа того, то, пожалуйста, не обращайте на это внимания, потому что, грубо говоря, я больше делаю это для того, чтобы какие-то комментарии оставить, чтобы человек приблизительно понял, что ему нужно делать. С бровями на этом, я думаю, мы можем и заканчивать. Теперь, что касается носа. Нос вообще идеальный. Я тоже не вижу здесь каких-то проблем, чтобы как-то там его контурировать или что-то с ним придумывать. Абсолютно отличный нос. Что касается глаз, я здесь не уверена. К сожалению, девушка не оставила никаких комментариев к своему фото. И я вас, кстати, очень прошу, если вы присылаете фото, пожалуйста, сразу присылайте свои комментарии, с чем вы конкретно сталкиваетесь, с какими проблемами, что бы вы хотели улучшить, что бы вы хотели исправить. Потому что фотография бывает сделана в определенном каком-то ракурсе. И мне, например, кажется, что есть где-то определенная проблема, хотя ее может быть там вообще и нет. Поэтому я работаю только сугубо с тем, что я получила. И я прошу, если я где-то там какой-то комментарий оставила, который не соответствует действительности, не обижаться, потому что я работаю только вот с цифровой фотографией. Я вас не знаю. И я не знаю, как конкретно вы выглядите вживую. Что же касается конкретно этой фотографии, то есть здесь небольшая асимметрия глаз. Что касается нижней линии, если провести вот так вот линию, то здесь все нормально. То есть глаза на одном уровне. Что касается того, как они посажены, тоже нормально абсолютно посажены. Вот эта вот длина самого глаза соответствует длине вот этой вот, вот между глазами. Это говорит о том, что глаза абсолютно нормально посажены. То есть если вот эта длина меньше, чем вот эта, глаза будут узко посажены. Если здесь будет больше места, чем размер самого глаза, это будут далеко посажены глаза. Поэтому посажены они абсолютно нормально. Что есть, я здесь вижу, это вот этот глаз немножко больше и здесь складка немножко выше, ну буквально может на пару миллиметров, там миллиметр, два миллиметра, но все-таки это особенность и макияж таким образом будет строиться немножко по-другому. Что я здесь советую делать? Всегда начинаем работать с более в кавычках проблемным местом, то есть если вот этот глаз у нас больше, то его начинаем красить первым, вот этот пока не трогаем. Что касается цветотипа, я хотя цветотипы вообще не люблю, то это классическая осень, рыжие волосы, такие светлые черты лица, кожа немножко с таким розоватым подтоном, хотя это может освещение опять-таки, поэтому таким девушкам очень классно подходят вот такие всякие земляные оттенки, болотные оттенки, хаки оттенки, замечательно просто смотрится на таких девушках, поэтому если вы будете выбирать себе тени, у вас похожий цветотип, выбирайте вот такую вот золотистую, зелено-болотную гамму, ничего яркого, вот такого именно земляные такие оттенки, земляной коричневый, земляной такой вот болотный, не ярко насыщенный там, к примеру, золотой, а такой более как бы приглушенный, более глубокий золотой. Здесь у меня, к сожалению, выбор невелик в качестве теней, здесь всего у меня несколько оттенков, ну давайте я начну, наверное, с подводки, на вот таких вот глазах подводка вообще супер будет смотреться, что касается того, как здесь сделать подводку, то вот видно границу залома века, вот подвижная и неподвижная века, и вот идет складка, и здесь граница залома вот где-то приблизительно вот, насколько я вижу, где-то здесь. От нижнего века мы можем подняться и провести как бы стрелочку по направлению к концу брови, как-то так, и потом выравниваем ее, и я бы здесь сильно широкую бы стрелку не делала, вот как-то вот так вот бы ее увела, и это настолько сразу вот как бы поднимает ее глаз, и она становится вообще вот такой вот просто лисичкой. Я бы порекомендовала именно вот такой вот макияж, то есть даже не играться там с какими-то тенями, что-то придумывать. Очень молодая девочка, ну как бы я бы и не советовала ей сильно много делать, но если хочется сделать полноценный макияж, то я сейчас покажу тоже, как работать с тенями на таких глазах. Если мы смотрим конкретно на тени, да, стрелки мы уже забыли, как будто их тут и нет, давайте посмотрим, как мы построим наш макияж. Значит, изначально, так как у нас нет никаких проблем на нижнем веке, прокрашиваем нижнее веко, строим макияж, поднимаем, да, внешний уголок глаза прокрашиваем. То есть, видите, я здесь еще даже не поднялась на эту складку, пока мне это не нужно. Теперь с другой стороны то же самое. Вот я прохожусь сначала. Глаза большие, поэтому я могу, в принципе, здесь отлично будет выглядеть макияж в стиле Аврилавин, такие черные глаза панды, но мы этого делать не будем, я просто покажу вот сугубо изначально, да. Вот это будет у нас зона затемнения, то есть самое темное место, где у нас будет макияж. Теперь возьму кисточку побольше и начинаю уже тушевать. Здесь надо быть осторожным в плане этого глаза, потому что он и так у нас находится выше. Если я слишком сильно задеру тушевку, то этот у нас вообще упадет вниз. Поэтому буквально вот совсем вот слегка и вот где-то на середине глаза я уже все, я уже тушевку эту заканчиваю. Вот как-то так, то есть даже вот, чтобы более наглядно было, да, у нас здесь должен быть такой вот плавный переход на нет. Что же касается этого глаза, то здесь мы не совсем прям на нет сводим наш макияж, то есть чуть-чуть буквально нам надо выше его сделать, буквально на вот миллиметрик. Для того, чтобы когда мы провели вот так вот линию, у нас получилась симметричная линия, да, вот я думаю вы понимаете. Я сейчас вот опять-таки немножко подровняю это дело. Ну а потом уже как бы заканчиваем макияж каким-то светлым оттенком. И вот как видите, вот такие вот, тут какой-то получается как немножко земляной хаки оттенок. Он отлично вообще смотрится на таком цветотипе. То же самое мы делаем с нижним веком. Конечно, конечно, в очередной раз повторяю это все сугубо схематично, поэтому, пожалуйста, естественно, я вижу, что здесь там какие-то линии там не четкие, не растушеванные, но вы должны понимать, что это не тени, это всего лишь программа. Теперь закончим все это как бы ресницами, которые здесь на самом деле не ресницы, ну ладно. Вот, и я думаю, что вы сразу понимаете тоже, как преобразится макияж, то есть намного более четким он станет, намного более выделенным. Что касается комментариев по губам, то губы отличные. Единственная особенность, это очень острый здесь вот этот лук купидона, как он называется. Если вот так вот очень четко его прорисовывать, особенно какой-то яркой помадой, там, например, ярко-красной классической, то я бы к такому макияжу порекомендовала стрелки, даже без тушевки. Это сделало бы ее черты лица очень острыми, очень такими хищными с какой-то стороны. Если сделать более такой какой-то девичий, более такой нейтральный макияж, то я бы чуть-чуть вот эту вот сторону бы сгладила для того, чтобы губы были более как бы округлые, нежели острые такие. Ну вот, как-то приблизительно вот так вот. Что касается цвета, то сюда вот такой вот персиковый розовый отлично подойдет. Вообще под такой возраст такая помада, по-моему, отлично подходит. И что касается контурирования, то опять-таки, как я и сказала, совсем слегка я бы просто бронзером прошлась бы по периметру лица. Вот особенно вот в этой вот части. Это выровняет ее лицо визуально и сделает более приближенным к овалу. И давайте оценим финальный результат. Вот сейчас вот этой кнопочкой можно отлично посмотреть, как все изменилось. Самые главные, конечно, советы для этой девушки, это немножко выровнять брови себе. И ей очень идут вот такие вот вытянутые уголки кверху. Я бы в таком возрасте, вот кроме стрелочек, ничего бы в принципе особо и не делала, не заморачивалась. И просто небольшое количество бронзера, какая-то такая персиковая розовая помада. И мне кажется, этого бы вполне было бы достаточно. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, не забудьте поставить палец вверх. Если вы хотите, чтобы я похожим образом обработала ваши фотографии, прокомментировала, как вам лучше подбирать макияж, присылайте ваши фотографии. Под видео все детали для этого будут описаны. Я с вами буду прощаться. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока! Сегодня я хочу показать вам отличный вариант для завтрака или второго завтрака. Я частенько балую себя таким рецептом по выходным. Сегодня мы с вами будем готовить кокосовые панкейки или кокосовые оладушки. Я обожаю вот это мыло из серии «Ароматная земляника». Он пахнет просто, оно вернее, пахнет просто потрясающе. Это настолько свежий какой-то земляничный аромат, как будто земляника, перетертая с сахаром.